Всем здравствуйте, дорогие зрители, подписчики канала Субъективно о Турции. Сегодня 14 февраля, а значит День влюблённых. Поздравляю вас всех, мои дорогие. Желаю вам много любви не только в этот день, а круглый год. А повод для этого видео не слишком приятный. Дорога ужасная, дорогой. Качаешь ты меня, и камера качается. Едем мы в больницу Аджибаде. Сегодня у меня небольшая операция, да, вот так неожиданно меня будут сегодня оперировать. Я была у доктора, доктор наш друг семьи, и он посоветовал мне удалить кисту, которая вдруг образовалась у меня в гортане. Сейчас пока киста небольшая, но она имеет свойство расти, увеличиваться в размере, поэтому он сказал, давай сейчас, пока она маленькая, лазером удалим. Стоимость операции 8000 лир, это чуть больше 1000 евро. Причём работа доктора не учитывается, так как доктор друг нашей семьи, повторяюсь, он за свою работу, то есть делает операцию не бесплатно. Только платим, оплачивать будем в больницу за операционную, за лазерное оборудование, что-то там ещё будут применять во время операции. Работа врача бесплатна. И, мой дорогой, сегодня будет целый день со мной в больнице, не оставил меня одну. Ну, к вечеру я уже вернусь домой с Божьей помощью, если всё будет хорошо. Но, тем не менее, Март всё-таки решил меня сопровождать и быть со мной от начала до конца. И говорит, что это подарок его на день влюблённых. Я говорю, хотелось бы, чтобы это был подарок в виде серёжек бриллиантовых или колечка какого-нибудь. Ну, что делать, друзья, иногда мы делаем планы, но нашим планам сбыться не суждено. День влюблённых мы празднуем в больнице, и подарок мой – это операция. Шучу, конечно, для нас, для нашей пары день влюблённых – это вообще не праздник, мы его никогда не празднуем. У меня к этому празднику вообще отвращение, полное отвращение. Если бы Март в этот день пришёл с цветами, он вообще не дарит цветы, не любитель цветов. И я тоже, кстати, не любитель цветов. Терпеть не могу, когда мне дарят цветы. Не люблю стандартные процедуры, какой-то обязаловка. Вот все дарят, и тебе обязательно нужно подарить сына и отцепись, чтобы не было вопросов, что я подарил же тебе цветы на 14 февраля. Нет, для нас это не праздник абсолютно, и поэтому мы его не празднуем. Ну что, пожелайте мне удачи. Хотя, это видео, когда я поставлю в YouTube, операция будет позади. Март паркует машину. Вход в больницу с нижнего этажа, с парковки. Вот так называется этот госпиталь, больница Аджибаден. Мы назвали мою фамилию, и нас попросили подождать на диванчике, пока приготовят комнату для меня. Операция будет в час, а нам нужно прийти за два часа. Видимо, будут брать кровь. Ой, что-то я начинаю волноваться. Теперь нас пригласили на восьмой этаж. Комнату подготавливают. И мы пока подождем еще пару минут. Вот такой вид из окна. Это район Фулья. Да. Отсюда даже виден дом, где я прожила 4 года. Еще до Умерта. Вот этот серенький. А это... Один из самых первых в Стамбуле небоскребов. Палац называется. Больница, конечно, отличается от государственной больницы. Хоть здание не новое, но достаточно такое чистое, приятное. Жарко здесь. Вот там убирают мою комнату. Девятый номер. Номер 9. Это моё счастливое число. Нас пригласили в комнату, в которой я буду отдыхать после операции. Отсюда виден Босфор. Вдалеке Босфор. И давайте я вам покажу комнату. Вот. Это комната. Кровать. Телевизор есть. Есть даже шкаф здесь. В шкафу есть сейф. Группы пришли сюда с ценными вещами, чтобы были спокойны. Душа, Макс, тёмся? Да. Ну, всё, можно сказать, очень даже прилично. Можно даже искупаться. Полотенца беленькие, чистенькие. И ещё здесь есть раковина. Всё чисто и достойно. Вольница дорогая. Сейчас, суклышься, Бурдама, Ашка? М? Суклыла? Суклыла? Всё, я готова. Ещё надо будет надеть шапочку. Пожелай мне удачи, дорогой. Включил камеру? Всё, вот. Мне поставили этот... Ой, не знаю. Не знаю, как он называется правильно. Котектор, или что это открывает вход в вену, если будет что-то экстренное, чтобы не сразу попали. Допустим, там капельницу ставить или какое-то лекарство вводить. А ещё вот такие браслетики. Здесь написано моё имя. Последний раз такой браслет мне надевали, когда я родилась. И вот сейчас. В Бордонезию? В Бордонезию? Письки. Коман. Остат. Чтоб не попутали больных. Вот, взяли кровь. Сейчас ждём анализ крови и потом спустимся в операционную. Хорошо, что Марты пришёл со мной, иначе мне здесь было бы ещё страшнее одной. Без пятнадцати пять принесли поесть супчик, компот и пюрешка. А это что такое? Так как я не ела с прошлого вечера, немножко проголодалась, но пока нельзя есть твёрдую пищу. Можно только вот такую мягенькую в виде пюрешек и супчиков. Спасибо большое. Марту тоже предлагали поесть, а он отказался. Не надо с нами данный имя, а что? А? Ладно, ладно. После еды сказали, пройдусь по калидору в присутствии медсестры и потом, наверное, уже поедем домой. А senselagда мы надеемся на неделю. Сейчас мы предлагаем, поднять торгов04, с F Все, друзья, моя операция закончилась. Гордышко немножко у меня болит, видите, я без макияжа. Немножко голова кружится, хочется спать, но прошло все отлично. Ничего не помню, даже не поняла, в какой момент я отключилась и когда делали операцию. В больнице я осталась довольна, персонал и врачи, и медсестры. Работают очень добросовестно, приветливые. Дали вот такую папку, здесь анализы, которые у меня взяли, распечатка. И как прошла операция, что конкретно было сделано, пошлют на почтовый ящик. Если вы планируете посещать Стамбул в медицинских целях, советую обратить внимание на больницу Аджипадем. Желаю вам всем крепкого здоровья, не болейте. Пусть никто из вас никогда не попадает в больницу, тем более на операцию. Крепкого вам здоровья, но если вдруг что-то случилось, а мы все живые люди, все болеем, то лучше уж находиться в хорошей больнице под присмотром хороших медсестр и в руках надежных, квалифицированных хирургов. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»